джет пак это средство вертикального взлета и перемещения в пространстве в серии игр gta он используется в качестве военного приспособления поэтому в текущем выпуске мы выясним какого успеха в этой области достигла наука в реальной жизни на что похоже джет паки из gta а также обсудим перспективы практического использования таких аппаратов в нашем с вами мире на связи канал ammunition time и мы начинаем разбор идея запустить человека в воздух с помощью компактных летательных устройств появилась очень давно одной из таких идей стал джет пак персональный реактивный ранец установлены на спине носителя он поднимает человека в воздух с помощью реактивной тяги создаваемый за счет выбрасываемой двигателем реактивной струи удивительно но джет пак вполне реальное и существующее изобретение в виде множества разных моделей однако почему же джет паки все еще не стали такой же привычной частью нашей жизни как мотоциклы или самолеты дело в том что почти все упирается в технологическое несовершенство джет пака существуют критические проблемы с управлением и длительностью полета думаю что решить их смог бы какой-нибудь гениальный ученый вроде рико санчеза из сериала рик и морти но эта задача у него еще впереди а пока что он решит проблему вашей финансовой выгоды при покупках с помощью дебетовой карты тинькофф black в лимитированном дизайне рик и морти выбери тот дизайн который нравится тебе рик морти или огурчик но кроме крутого дизайна у этой карты еще и крутая выгода во первых если оформить карту по ссылке в описании прямо сейчас то ее обслуживание будет бесплатным навсегда во вторых у карты очень выгодный кэшбэк который начисляется не баллами а рублями каждый месяц можно выбрать четыре категории трат и получать них до 15 процентов кэшбэка например за покупки в аптеке дабы вы могли восстановить жизненную энергию или за быстрое перемещение по карте на такси ну а за покупки у партнеров кэшбэк аж до 30 процентов кстати список партнеров постоянно обновляется а еще каждый месяц до 7 процентов годовых вам начисляется на остаток также вам доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона а наличные можно бесплатно снимать в банкоматах предложение ограничено поэтому скорее переходи по ссылке в описании чтобы забрать свою карту рик и морти с бесплатным обслуживанием ну а мы возвращаемся к джетпаку для начала разберемся с устройством реактивного ранца существуют аппараты с двумя типами двигателей реактивным и турбореактивным как я считаю в gta показаны оба варианта как минимум в онлайн версии gta 5 точно можно найти турбореактивный джетпак а вот реактивный джетпак скорее всего находится в gta san andres на военной базе почему скорее всего потому что по всем внешним признакам он именно реактивный но при этом никаких чертежей я на руках не имею поэтому на сто процентов утверждать не могу чем же реактивные и турбореактивные двигатели отличаются друг от друга у реактивного двигателя принцип действия основан на том что необходимое для движения сила тяги создается с помощью преобразования топлива в кинетическую энергию реактивной струи то есть топливо сгорает и по закону сохранения импульса энергия толкает тело в противоположном направлении как мы видим у джетпаков gta san andres есть два сопла из которых выходит реактивная струя и два баллона с топливом вектор движения пилота меняется с помощью манипуляций с джойстиком от движения джойстика сопла двигаются по определенной амплитуде и задают траекторию полета а вот турбореактивный двигатель имеет иную особенность он создает тягу не только с помощью сгоревшего топлива но еще и благодаря турбокомпрессору я не хочу объяснять очень детально как эта штука работает но если коротко суть в том что топливо вместе с закачанным воздухом сгорают в камере и превращаются в газ этот газ заставляет вращаться турбину и таким образом создается благодаря ней же усиленная тяга с такими двигателями только с более большими летают обычные пассажирские самолеты и как мы видим у джетпака из gta 5 в отличие от его аналога из gta san andreas есть турбины что недвусмысленно намекает нам на принцип его работы так насколько же эти устройства реальны да на самом деле обе модели предельно реалистичные я не готов сказать что в gta воспроизведены точные копии настоящих моделей джетпаков потому что я просто этого не знаю но если в реальности сконструировать нечто подобное она однозначно будет летать ну а раз мы на этом канале рассматриваем военное назначение футуристических и выдуманных устройств то встает логичный вопрос почему военные до сих пор не используют реактивные ранцы и какая бы от них была польза начнем с того что польза была бы очень большая ведь обнаружение джетпака в gta san andreas на военной базе весьма символично в первую очередь именно военные структуры были заинтересованы в такой разработке ибо она невероятно бы расширила тактические возможности боевых подразделений например такие ранцы точечные локально могли бы применять бойцы спецназа чтобы залетать на какую-нибудь возвышенность при необходимости занятия выгодных позиций допустим при штурме здания которое занял противник сейчас чтобы доставить бойцов на крышу необходим как минимум вертолет и если события разворачиваются в зоне активных боевых действий то подобный транспорт будет крайне уязвим ведь он должен медленно подлететь зависнуть в воздухе над зданием высадить отряд на крышу и только потом улететь за это время его можно сто раз подбить потому что он большой заметный и шумный то ли дело сами бойцы умеющие летать они незаметно могли бы быстро взлететь занять позиции и внезапно нанести удар можно безусловно возразить в том что ранец очень громоздкий и сильно снизит скорость движения боевой группы однако это не беда при занятии позиции его можно снять на месте и мобильность группы по итогу не пострадает и это действительно существенное преимущество джет пока однако решить проблему с шумностью пока никак не удалось поэтому для тех операций где требуется внезапная атака джетпак не подходит вы представляете себе как ревет реактивный или турбореактивный двигатель если нет то подойдите к самолету и послушайте джетпак безусловно будет потише но все равно его не услышит только глухой особенно несколько таких джетпаков как только их включат все противники в здании будут знать что к ним на крышу прилетели гости и начнут готовиться их встречать так что дикий шум двигателя полностью демаскирует отряд и весь фактор внезапности будет сведен на нет окей хорошо вертолет в конце концов это тоже не самая незаметная штука но ее тем не менее используют допустим скрытность нашему реактивному ранцу недоступна но ведь можно же вести открытые штурмовые бои в воздухе это же огромное тактическое превосходство перед наземным противником особенно такие летуны будут эффективны под прикрытием союзной пехоты ибо враг будет вынужден стрелять как по наземным так и по воздушным целям тем самым рассредотачивая плотность огня увы но и здесь на каждый плюс найдется свой минус во-первых современные джетпаки имеют очень неотзывчивое управление да они могут летать на высокой скорости и на большой высоте но вот быстро маневрировать в нескольких десятках метрах над землей они уже не способны поэтому уничтожение таких боевых единиц земли почти точно такая же по сложности задача как и уничтожение обычных наземных целей во вторых руки такого пилота заняты управлением джетпака в лучшем случае реактивный ранец управляется только одним джойстиком как в gta san andreas в связи с чем вести огонь из штурмовой или снайперской винтовки такой стрелок точно не смог бы максимум что доступно оператору джетпака это стрельба из какого-нибудь мало импульсного оружия типа пистолета но опять же чтобы перезарядить оружие нужно две руки поэтому на какое-то время нашему лету ну необходимо было бы зависнуть в воздухе для перезарядки или найти надежные укрытия в первом случае он тупо смачная мишень для кого угодно а во втором случае низкоэффективная боевая единица потому что укрытие поблизости может вообще не быть либо они могут быть далеко от боевых действий однако один из вариантов решения этой проблемы нам показали в gta 5 там джетпак совмещен с кронштейном на который установлено массивное вооружение с одной стороны огневая мощь такого джетпака действительно вырастает но одновременно с этим увеличивается и силуэт оператора а значит в него легче попасть но что гораздо важнее увеличивается масса устройства а грузоподъемность это бич реактивного ранца тут-то мы и плавно подобрались к самой большой проблеме джетпака низкий кпд двигателя совершать длительные полеты джетпаки не могут до сих пор даже самый современный джетпак классической компоновки под названием джейби 11 от американской фирмы джетпак aviation может летать только 10 минут а его максимальная скорость не выше 190 километров в час также есть еще джетпак от его россия который способен летать уже 15 минут но это уже джетпак самолетной компоновки то есть у него есть крылья и вроде как даже хвостовой стабилизатор так что от классического джетпака он сильно отличается но в любом случае для военных целей полет как 10 минут так и 15 это очень маленькое время поэтому летают на них в основном авиалюбители которые берут ранцы в аренду как итог джетпак имеет множество перспектив использования причем не только в военных но и даже в медицинских спасательных и курьерских целях однако на текущем уровне развития технологий длительный полет на таком устройстве невозможен такие дела пишите что вы думаете по теме ролика и предлагаете идеи для будущих выпусков в комментариях под видео также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал если вы остались всем довольны на связи был ammunition time всем удачи всем пока